Зачистка поселений от террористов в составе спецназа, уход от преследования, поведение на минных полях. Этому журналистов обучают инструкторы Министерства обороны. Как подготовить качественный материал, а самое главное остаться в живых, наши корреспонденты узнали на учебном полигоне в Спаске, Краганитской области. Где вода, ветро где? Давай пытать будем. Ветро где, пытать будем. Это не кадр с горячей точки и не фрагмент боевика. Таким образом, инструкторы Министерства обороны создают атмосферу войны и полного хаоса. Это то, с чем можно столкнуться, когда работаешь в горячих точках. Журналисты на себя ощутили одно, что не имея особую подготовку, выходить на какие-либо боевые действия или освещение каких-то военных конфликтов не стоит. Быть плененным террористами или оказаться в заложниках может любой, даже самый опытный военный корреспондент. Инструкторы Министерства обороны учат журналистов, как вести себя в такой ситуации и как уходить от преследования вооруженных людей. Мы подорвались на фугасе. Прозвонируйте наши координации, куда нам двигаться. Отряд журналистов и спецназа двигается по холодной степи Карагандинской области. То и дело, попадая под обстрел. Спасаться бегством мало. Нужно уметь прятаться, прислушиваться и сохранять тишину. Отставших от группы похищают. И это наводит страх на остальных. Когда стали пропадать люди, стало тревожным. Но хорошо, что было мало огневых контактов, выстрелов, взрывов. За три с половиной часа отряд из сорока человек преодолел около 15 километров, при этом потеряв пятерых товарищей, которых захватили преследователи. Во время этого семинара мы получили очень большой опыт. Услышали лекции по таким дисциплинам, по таким темам, о которых раньше вообще понятия не имели. Еще одним практическим занятием стало нападение на колонну бронетехники. Теория должна идти с практикой. И всегда нужно понимать, когда чему-то обучаешься, особенно в военной экстремальной журналистике, в плане военной корреспонденции, всегда нужно понимать, что последнюю двойку ставит не учитель, а последнюю двойку ставит пуля. Основная цель семинаров «Военный дискурс» – это подготовка журналистов и блогеров к работе по освещению событий в зонах вооруженных конфликтов, массовых беспорядков и антитеррористических операций. На следующий год эти семинары, как сообщают его организаторы, будут более жесткими по формату, а потому и требования к его участникам будут выше, чем обычно. Дин Мухаммед Каликулов, Нурдавлес Жаксыбаев, Карагандинская область, Хабар, 24.